В первые месяцы нашего брака моя дорогая жена говорила, что хочет заниматься музыкой. Желая сделать ей приятное, я решил преподнести свой любимый большой подарок от всего сердца. Я поехал в магазин музыкальных инструментов и купил ей в подарок фортепиано. Обуреваемые чувствами, я положил чек в коробочку с красивым бантом и вручил ей, ожидая бурную реакцию благодарности за то, что у нее такой невероятно любящий и заботливый муж. Когда она открыла эту коробочку и увидела содержимое, то с любовью посмотрела на меня и сказала, «Дорогой мой, ты просто прекрасен!» Но позволь спросить тебя, это подарок или это долг? Обсудив этот сюрприз, мы решили отказаться от покупки. Мы жили на студенческий бюджет, как это часто бывает у молодоженов. Этот случай помог мне осознать, насколько важен принцип полного партнерства в супружеских отношениях и как его применение поможет нам с женой быть одного сердца и одного ума. Восстановленное Евангелие Иисуса Христа провозглашает принцип полного партнерства между женщиной и мужчиной, как в земной жизни, так и в вечности. И хотя каждая обладает определенными качествами, и каждому Бог назначил определенные обязанности, и женщина, и мужчина играют одинаково важные и значимые роли в Божьем плане счастья, который Он создал для Своих детей. Это было очевидно с самого начала, когда Господь провозгласил, «Нехорошо мужчине быть одному, а потому Я создам ему помощника, соответственного ему». По плану Господа, помощник — это напарница, которая ходила бы плечом к плечу с Адамом, будучи его полноправным партнером. Фактически, Ева стала небесным благословением в жизни Адама. Благодаря своей божественной природе и духовным качествам, она вдохновила Адама трудиться в партнерстве с ней, чтобы воплотить в жизнь Божий план счастья для всего человечества. Давайте задумаемся о двух фундаментальных принципах, которые укрепляют партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Принцип первый — мы все равны перед Богом. Согласно учению Евангелия, разница между женщиной и мужчиной не отменяет вечных обещаний, которые Бог дает Своим сыновьям и дочерям. И те, и другие обладают равными возможностями достичь вечности целестиальной славы. Спаситель лично приглашает всех нас, детей Божьих, прийти к Нему и вкусить от Его благости. И Он не отказывает никому из приходящих к Нему. А значит, в этом контексте мы все перед Ним равны. Когда супруги поднимают и применяют этот принцип, они перестают позиционировать себя как президент или вице-президент своей семьи. В супружеских отношениях нет ни превосходства, ни подчинения. И ни один из супругов не идет впереди или позади другого. Они шагают плечом к плечу, как равные, как потомство Бога. Они становятся едиными в своих мыслях, желаниях и целях с нашим Небесным Отцом и Иисусом Христом, вместе руководя семейной ячейкой и направляя ее. В этих партнерских отношениях любовь — это не обладание, но участие, часть сотворения, совместного сотворения, составляющего наше человеческое призвание. При истинном участии муж и жена сливаются в синергетическом единстве владычества вечного, которое без всякого принуждения будет изливаться духовной жизнью и на них, и на их потомство. Второй принцип — это золотое правило, которым учил Спаситель в Нагорной проповеди. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с людьми. Этот принцип подразумевает отношения взаимности, обоюдности, единства и взаимозависимости, и он основан на Второй Великой Заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он действует в совокупности с другими христианскими качествами, долготерпением, мягкосердечием, кротостью и добротой. Чтобы лучше понимать применение этого принципа, мы можем рассмотреть священные и вечные узы, которыми Бог связал наших первых родителей, Адама и Еву. Они стали одной плотью, создав измерение единства, которое позволило им ходить вместе с уважением, благодарностью и любовью, забыв о себе и заботясь о благополучии друг друга в своем путешествии в вечность. Это те самые качества, которых мы стремимся достичь в крепком браке сегодня. Благодаря храмовому запечатыванию, женщина и мужчина могут вступить во священный порядок бракосочетания в Новом и Вечном Завете. Посредством этого Саносвященства им даются вечные благословения и божественная сила, чтобы они руководили своими семейными делами, живя согласно заключенным ими заветам. С этого момента они движутся вперед взаимозависимо, находясь в полноправном партнерстве с Господом, особенно в отношении своих обязанностей, которые им назначил Бог, заботиться и председательствовать в семье. Заботиться и председательствовать — это связанные друг с другом пересекающиеся обязанности, а это значит, что матери и отцы должны помогать друг другу как равные и разделять обязанности руководства в своем доме. Заботиться — значит питать, обучать и поддерживать членов семьи. И это следует делать, помогая им познавать истинные Евангелия и развивать веру в Небесного Отца и Иисуса Христа в атмосфере любви. Председательствовать — значит помогать вести членов семьи обратно в присутствие Божье. Для этого нужно служить и обучать с добротой, кротостью и чистой любовью. Помимо прочего, это также значит возглавлять членов своей семьи в регулярной молитве, изучении Евангелия и других аспектах поклонения Богу. Родители трудятся в единстве, следуя примеру Иисуса Христа и выполняя эти две великие обязанности. Важно отметить, что управление в семье следует патриархальному порядку, который в некоторых моментах отличается от руководства священства в Церкви. Патриархальный порядок предполагает, что жены и мужья отчитываются за выполнение своих священных обязанностей, семейных обязанностей, непосредственно перед Богом. Он призывает к полному партнерству, добровольному согласию с каждым принципом праведности и ответственности. Он создает возможности для развития в атмосфере любви и взаимопомощи. Эти особые обязанности не подразумевают иерархии и абсолютно исключают какое-либо жестокое обращение или злоупотребление властью. Все, что происходило с Адамом и Евой после того, как они покинули Эдемский сад, прекрасно иллюстрирует концепцию взаимозависимости матери и отца в вопросе заботы о семье и председательства над ней. Как написано в книге Моисея, они трудились вместе, возделывая землю в поте лица своего и обеспечивая физическое благополучие своей семьи. Они приводили в мир детей, призывали имя Господа и слышали Его голос со стороны сада Эдемского. Они приняли заповеди, которые дал им Господь, и вместе стремились их соблюдать. Они поведали все своим сыновьям и дочерям и не переставали вместе взывать к Богу в соответствии со своими потребностями. Мои дорогие братья и сестры, заботиться и председательствовать — это возможности, а не ограничивающие обязанности. Человек может нести за что-то ответственность, однако это не значит, что только он и будет это делать. Когда любящие родители хорошо понимают эти две главные обязанности, они вместе стремятся защищать своих детей и обеспечивать их физическое и эмоциональное благополучие. Они также помогают им противостоять духовным опасностям наших дней, питая их благим Словом Господним, открытым Его пророком. И хотя муж и жена поддерживают друг друга в выполнении своих назначенных Богом обязанностей, в случае увечья, смерти и других чрезвычайных обстоятельств роли могут измениться. Иногда супруг или супруга берет на себя ответственность, обязанность действовать одновременно в обеих ролях, временно или постоянно. Недавно я встретился с братом и сестрой, живущими в таких обстоятельствах. Каждый из них, будучи родителем-одиночкой, в рамках своей семьи и в партнерстве с Господом, решил посвятить свою жизнь духовной и материальной заботе о своих детях. Несмотря на разводы, они не забыли ни о своих храмовых заветах, заключенных с Господом, ни о Его вечных обещаниях. Они оба искали помощи Господа во всем, неуклонно стремясь преодолевать свои испытания и идти по пути заветов. Они уповали на то, что Господь позаботится об их потребностях не только в этой жизни, но и в вечности, и оба заботились о своих детях, обучая их с мягкосердечием, кротостью и чистой любовью, несмотря на то, что находились в трудных обстоятельствах. Из того, что я знаю, эти двое родителей-одиночек не винят Бога в своих неудачах. Напротив, они смотрят в будущее с совершенной ясностью надежды и уверенностью в тех благословениях, которые Господь уготовил для них. Братья и сестры, я свидетельствую вам о том, что Иисус молился за своих учеников, «Да будут они едины, так же, как я в них, и я в Отце, и пусть они во мне будут едины». Я свидетельствую вам о том, что если мы, женщины и мужчины, будем трудиться вместе в истинном и равном партнерстве, то сможем наслаждаться тем единством, о котором говорил Спаситель, выполняя данные Богом обязанности в рамках супружеских отношений. Я обещаю вам во имя Христа, что наши сердца будут связаны вместе в согласии и любви друг к другу, и мы обретем больше радости на пути к вечной жизни, и наша способность служить друг другу и друг с другом возрастет многократно. Я приношу свидетельство об этих истинах во имя Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Братья, сестры и друзья,